Книга «Открытым оком», вопрос 33, тема «Обращение ко Христу». «Как стать истинным христианином?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В этом вопросе заключается, как спасти свою душу и в вечности быть со Христом. Как отобразить в себе Христа, живя по его святым заповедям. Как жить в Духе Святом, исполняясь им постоянно. Как прославить Христа в этой жизни, живя интересной, нескучной, полнокровной жизнью. Потому что хороший христианин – это, конечно же, и прекрасный гражданин своей страны. Как родиться свыше, получить новую природу во Христе, жить для Христа, любить Христа Бога, истинного, всем умом и всем сердцем. Вопрос о спасении всегда волновал человечество. И все языческие религии, все современные мировые религии и секты ищут не погибели своей, но кратчайший путь – угодить Богу, примириться с разгневанным божеством, умилостив его жертвами и справлением своей жизни. Слово Божие, Библия называется Откровением Божиим. Откровение может быть там, где было что-то сокрытое, а теперь стало открытым. Пришествие Христа на землю, искупление им грехов мира. То, о чем говорили пророки издревле, все это открылось, исполнилось пришествие Иисуса Христа на землю. Колосиным, 1 глава, 26 стих. Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его. Что касается земного рождения человека, то за семь с половиной тысяч лет о сотворении Адама до наших дней люди немного разобрались, что и к чему, и научились даже искусственно выращивать пробирки зародыш человека. Книга Иова, 10 глава, 10 стих. Не ты ли вылил меня, как молоко, и как творог сгустил меня? Примудость Соломона, 7 глава, 2 стих. И я в утробе матерни образовался в плоть в десятимесячное время, сгустившись в крови от семени мужа и усложнение, соединенного со сном. Псалом, 138 глава, 16 стих. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Обязательным должно быть семья и женская утроба. Точно так же и в духовном плане. Сеятель сеет Слово Божие, евангельскую весть о голговской жертве Христа, а душа – образ сосуда, и земли принимает его в себя. Евангелие от Луки, 8 глава, 5 стих. Вышел сеятель, сеять семья свое. И когда он сеял, иной упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. Евангелие от Марка, 4 глава, 34, 20 стих. Без притча же не говори им, не говорил он, а ученикам наедине изъяснял все. А посеянные на доброй земле означают тех, которые слушают Слово и принимают, и приносят плод. Один в 30, другой в 60, иной в 100 крат. Что сегодня происходит в действительности с человеком, который пожелал бы узнать путь ко спасению и спастись? Он приходит к храму, встречается со знающими людьми и воцерковленными. Слово-то какое, не евангельское. Ему доходчиво разъяснят, как сами научены от батюшек. Ходи в храм, в чистом виде старообрядческая вселенская проповедь. Переходи к нам, нереностно посещай храм. Сходи на исповедь, если не крещен, крестись, причащайся, делай добрые дела, других приведи в храм. Если человек сподобится, то случается и такое чудо, что побеседуют минуты 2-3 лично с батюшкой. Советы относительно спасения могут расшириться в сторону заказных молебнов с водосвятием, заказных сорокаустов, поездок по монастырям, освящению дома. Далее все будет в возрастающей степени накопления потенциала святости. Научиться крестить рот при позевании, пострижется в монахе, будет открещиваться от подозреваемых в колдовстве. Научиться сам лечить, отчитывать, замироточить иконы, съездить на Афон или в Иерусалим. Уже не только в храме, но и дома стены будут намоленными. Слово-то какое не евангельское. И только редко какая душа, исполнив все, это будет чувствовать содняющую боль за прошлую жизнь. Как же так? Столько я грешил, и куда все это делось? Убиты в утробе дети, умершие родители в престарелых домах, бесчисленные связи в небрачной любви. Где это? Кто за это ответит? То, что я делаю, это сегодня. Но то, что было вчерашнее, кто за это ответит? И как ни странно и ни страшно, но те, кто руководит людьми, учителя, думающие, что они наставники вселенной, когда они встречаются со Христом, и свет истин осветит их души, они воскресают и говорят. Так во что же мы верили? Что же, все начинать сначала? А как же я учил столько лет, и меня все слушали? Вот как это выглядит на практике с такими людьми. Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 1 по 15 стихи. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, «Рабви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему, «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышит, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от духа». Никодим сказал ему в ответ, «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему, «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходит на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Это третья глава Евангелия от Иоанна. Узнающих Библию называется сердцем вселенной. Библия в миниатюре. Учитель Никодим очень хорошо понимал рождение от нижних, от мужа с женой. В разговоре со Христом пользуется этим определением и понятиями. Евангелие от Иоанна, первая глава, 12-13 стихи. «А тем, которые не приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились. Хотение плоти, пожелание земного, смыслю о земном. Определяющую роль здесь играет хотение похотения, похоть мужа. Роль жены может быть абсолютно пассивной, и однако зачатие произойдет. В духовном плане зачатие рождения не может быть без активности принимающего семя, то есть слова. Человек должен уверовать, добровольно, сознательно, признать, что он умер, погиб, и подписать акт безоговорочной капитуляции. Православные церкви об этом не учат, а если учат, то совсем наоборот, не просто неевангельские, но антиевангельские. Православные батюшки пытаются заниматься выправлением, ремонтом приходящих к ним, обмывать покойника, хоть и святой водой, но и неживой водой. Они проводят инспекцию находящегося в реанимации, они трудятся, стараются, приписывают лекарства, посты, молитвы, бдения, милостыни, советы, горячие и холодные припарки, совсем не понимая, что возятся с мертвецом. Библия, откровение Божие, учит нас так. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 19 стих. Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит в возрасте. Послание Римлянам, 3 глава, 22 по 25 стихи. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, но по благодати его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил, в жертву и милостивление в крови его, через веру, для показания правды Его, прощения грехов, соделанных прежде. Люди, все до единого мертвы, все до единого потеряли надежду на спасение. Евангелие от Луки, 15 глава, 24 стих. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Эфесиум 2 глава, 5 стих. И нас, мертвых по преступлению, аж вотворился Христом, благодатью вы спасены. Римлянам 6 глава, 23 стих. Ибо возмездие за грех, смерть, а дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим. Слово смерть означает совершенное отвержение, отлучение от Бога и пребывание во власти дьявола. Евреям 2 глава, 14 стих. А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Первая глава, первая книга Иоанна, 3 глава, 8 стих. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Для того, чтобы вырвать человека из рук князя тьмы, имеющего в виде державу смерти, необходимо встреча со Христом и чтобы Он сказал «Восстань, гряди вон». Евангелие от Луки, 7 глава, 11 по 16 стихи. После сего Иисус пошел в город, называемый Наим. И с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова. И много народу шло с ней из города. Увидев ее, Господь жалился над нею и сказал ей «Не плачь». И, подойдя, прикоснулся к кадру. Несшие остановились, и он сказал «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый поднявшись сел и стал говорить «И отдал его Иисус матери его и всех объял страх и славили Бога, говоря «Великий пророк восстал между нами и Бог посетил народ свой». Христос сказал о себе Евангелие от Иоанна 14 глава 6 стих «Иисус сказал ему «Я есть им путь истины и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Православные батюшки сами не знают и других не учат тому, что говорит Библия об истинном положении человека и подходят к спасению души чисто по-язычески, задабриванием Бога, Божьей Матери и святых молебными и канонами. Когда говоришь истину, ту, что сейчас скажем, то православные бывают шокированы. Но они должны это услышать. Бог никогда никому не простил ни одного греха, ни одного преступления или проступка за так, без наказания, ибо у Бога есть закон, который Он не нарушает никогда, который можем назвать закон святости. 1 Петра, 1 глава, 16 стих. Ибо написано «Будьте святы, потому что я свят». Откровение, 21 глава, 27 стих. «И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Римлянам, 6 глава, 23 стих. «Ибо возмездие за грех и смерть. Вот почему на землю сошел по любви Божией его Сын Иисус Христос». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 стих. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Книга пророка Исаии, 53 глава, 5 стих. «Но он и изъявлен был за грехи наши, и мучен за беззаконие наше, наказание мира наше было на нем, и ранами его мы исцелились». Деяние апостолов, 4 глава, 12 стих. «Ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 по 21 стих, 36 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующие в Него не судятся, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы, ибо всякий делающий злое ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Рождение свыше, рождение христианины из мертвеца и возведение его на небо состоит из трех ступеней. Деяние апостола, 2 глава, 38 стих. Петр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Первое. Покаяние. Это и есть признание себя преступником, боготступником, проданным греху. Я умер, и лечить и марафетить меня, наводить мертвому маникюру, румянец, бесполезно. Это то, чем сегодня занимаются батюшки, практически во всех православных церквах в мире. Второе. согласиться добровольно с верой в то, что мое место грешника занимает Христос, когда я в молитве прошу его об этом. У православных известны все наименования Христа, но они, как и все книги, стоят на полочке, а человек живет независимо от книг, как и жил. Книги это одно, а я сам по себе, это другое. Иоанн Златоуст говорит, усваивай лично себе то, что Бог обещает всем. Что это означает? А вот в этом-то вся суть заблуждения православных, что нет усвоения лично по отношению себя. Христос не только спаситель мира, что мне до того, если я сам погиб, но Христос Иисус это лично мой спаситель, лично за меня пострадавший, за мои грехи над ними издевались. Причисли эти грехи устно и письменно и добавь, что за каждый из них-то должен умереть и быть в аду. Он лично за мои грехи был прибит к кресту, он ради меня сошел в преисподний. Евангелие от Матфея 11 глава 28 стих Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Здесь упор делаем на слово все. Перепиши эту фразу и поставь свое имя вместо этого слова. Сектанты, баптисты прекрасно усвоили эту первую ступень и правильно ее понимают. На Голгофу на распятие Иисус идет, струю крови по дороге и из ран он льет. Это мой пришел спаситель, Божий сын, я к ногам его проззенным с раскаянием иду. Грех мой кровью причисто смыть молю, молю, да, смыть молю. Зайдет на Голгоф мой брат, там посланный Богу Мессии распят. О правде святой проповедал он, больных истелял, а теперь он казнен. Пойдем пред ним. Мы должны говорить, я, мои грехи распяли Христа. Не римляне, не евреи, а вот я, стоящий перед тобой на колени, Господи. Я принимаю тебя в свое сердце, как своего заместителя за мои грехи и прошу тебя, допусти меня до святого крещения, омой и омой меня, скрывающегося в воде, как в могиле. Деяния апостола, 22 глава, 16 стих. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись, и о мои грехи твои, призвав имя Господа Иисуса. Господи, дай мне Духа твоего святаго, святым твоим помазанием, Дух твой святой, доведет меня в землю правды. Дай мне этот дар крещения Духом святым, полное погружение в него, чтобы я жил по святым твоим заповедям, проповедовал ревностью Евангелие спасения, и все делал в любви твоей, и жил в радости твоей. Я верю всему написанному в Библии, я люблю тебя, помоги мне приумножать дары твои святые, дай мне силы прославить тебя жизнью или смертью своей. Вот кратко о том, как стать настоящим христианином. Бытие, 49 глава, 18 стих. на помощь твою надеюсь Господи.